Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick, и сегодня у нас будет обзор мини-фигурок 16 серии. По идее, должна быть полная коллекция, ну а сейчас мы посмотрим. Классная серия, в принципе, давно она у меня уже лежит, а вот сделать обзор только сейчас решился. Здесь банан, человек банан здоровский, мексиканец вот этот, то есть есть реально интересные фигурки, которые мы сейчас с вами посмотрим. Итак, начинаем наш обзор. Начинаем с открытия фигурок, они все еще запечатаны. Я очень надеюсь, что у меня здесь полная коллекция из 16 штук 16 серии. Так, первая фигурка это как раз банан. Круто. Самое интересное посмотрели, все, можно заканчивать наш обзор. Больше ничего интересного здесь не будет. Как мы видим, обычный торсик без принтов, без всего. Забавная очень голова в очках с такой ухмылкой и деталь банана. Ну, деталь тоже очень здоровская. Так, и подставочка. И вот таким образом выглядит наша фигурка человека банана. Видимо, рекламная компания банана в городе, и вот его разрядили в такой костюм. На самом деле, мне кажется, это одна из лучших фигурок данной серии. По крайней мере, одна из таких запоминающихся, как, не знаю, человек хот-дог или человек акула. Таких много-то, наверное, не надо. В коллекции одной штучки хватит, но фигурка очень здоровская. Так, мы переходим к следующей фигурке. Так, следующей фигуркой у нас будет, я еще не знаю кто. Сейчас откроем, и кто-то здесь появится. Так, следующей фигуркой... Так, кто это? Я, кстати, не показал вам листочек. О, это исследователь Арктики, видимо. О, какая классная голова, смотрите. Она подмигивает. Здоровская голова с одной стороны в очках, принц, другой вот такой вот задорный принц. По-моему, не было еще такого смайлика. Действительно здоровский. Да и тело такое очень прям... Прям красиво-красиво. Так, вот так вот. Одеваем. Здорово. Я ее так подмиг еще оставлю. И пингвин. Вот это здорово. Это очень круто. Вот такая классная фигурка девушки-исследователя Южного полюса. В общем, где-то там, где пингвины живут. Здоровская футболка. Не футболка, это, естественно, двойной принт на ногах. Классные такие кармашки. Красиво сделано. В принципе, и сзади у нее пропечатан торсик спереди. И руки. Два вида печати. Верх рукава синий, низ красный. Ноги темно-синие сделаны. Ну, здорово сказать, очень сделаны. И классный пингвин. Это вообще просто очень здорово. И для зоопарка самое то. Не такой он игрушечный, как в Лего Фрэнс. Там были, по-моему, пингвины. Очень умурный. Здорово. Просто пять с плюсом за этого пингвина. Это действительно что-то великолепное. А мы с вами посмотрим следующую фигурку. О, кстати, о ней я сейчас и подумал. Когда открывал пакетик, подумал, что это за такая снежная королева, не королева. Не пойми кто. Ну, видимо, снежная королева или какая-то девушка с двумя ледяными клинками. Так, как их тут одеть-то? Два куска ткани. Тут даже инструкция отдельно именно для нее есть. Один плащик сюда. Такой блестящий, очень искрящийся. Чем-то Лего Фрэнс напоминает. Ну, или волшебника из коллекционных мини-фигурок. Так, а второй... Наверное, белым все-таки наружу. Точнее, белым внутрь, искрящимся наружу. И ее суровая голова. Вот, прическа белая. Вот новая деталь, как раз ее не видел. Прозрачная в данном случае. Человека-паука такая в новых. У меня пока нет ни одного набора. С одной стороны, можно либо пупырышку одеть, либо что-то вставить. С другой стороны, она вставляется в руку. Ну, или не в руку, в любую деталь, которая позволяет хватать. Так, на голову еще корону оденем. Ну, тоже такая очень интересная, здоровская фигурка. И плюс детальки вот эти полезные. И плащик, и вообще. Тоже очень хорошая. На белом фоне, правда, будет не видно, поэтому так сделаю. Нет, выглядит великолепно. Круто очень. Ну, взгляд такой злой. Давайте следующую посмотрим. Так, следующая фигурка. Может, у нас имп будет. Маленький бесенок. Сейчас проверим. Нет, не угадал. Не угадал, но тоже круто. Маленькая собачка. Маленькая собачка. Ну, и ее хозяин. Счастливый. С цифрой один. Блондин. Понятно. Поэтому у него такая маленькая собачка. И даже кубок есть. Кубок победителя конкурса маленьких собачек. Не, ну собачка, конечно, здорово. У нас не было еще такой собачки здоровской. А вот парнишка, ну, явно, ну, нашел себя в жизни. Так, сейчас поставим. Фигурка может быть полезна, а может и бесполезна. Для города, в принципе, и подойдет такой вот. Парень победитель конкурса маленьких собак. У него на груди значок за первое место. В кармане косточка, видимо, не весь еще. И корм скормил за выполнение заданий. Да, что-то на белом фоне плохо это все выглядит. Собачка здоровская. Но, конечно, пингвин пока вне конкуренции. На кубке принт этого же пса. Так, давайте следующую посмотрим. Это не самая интересная фигурка. Я мексиканца все хочу найти. Мексиканец классный. По-моему, первая принтованная акустическая гитара. Может быть, даже и вообще первая акустическая гитара. Оригинальная лего. Так, это у нас пират. Пират неинтересно. Пират неинтересно сразу. Даже собирать не буду, уберу. Да нет, посмотрим, конечно. Здорово сделана бандана, повязанная. Как будто это у него голова лысая. Не видел еще такого решения у лего. Повязочка. Сабля самая, что ни на есть. Привет с 1989 года. Такой вот пират. Пират, как мы видим, принтованное тело. Ноги на руках. Но на это и нет. Сейчас другой стороны повернется. На руке якорь. Тоже можно использовать в своих самоделках. Руку оторвать от него. Какому-нибудь своему персонажу вставить. Ну и сам пират очень красиво выполнен. Вот эта повязка на голове. На его лысой голове тоже очень эффектно смотрится. Вот он. Вот он, якорь появляется. Ну да. Якорь. Единственное, что сабля самая обычная. Ну, на то он и пират. И карта, видимо, сокровищ. Задоровская фигурка. Переходим к следующей. Так. У нас здесь... О, чертенок. Чертенок 13 имп. У него есть хвост. Ммм. Может еще одну такую купить. Так, это костюм у него. Как мы видим. Странно, что спереди молния. Видимо, участник Хэллоуина. Судя по ногам, ребенок, переодевшийся в чертенка. Здоровская деталь с тыквой. Горшочек. И трезубец черный. Ну, такая вот. Я думаю, одна из будет одна из самых популярных фигурок данной серии. Данный чертенок. Здоровский резиновый хвостик. Крылья тоже резиновые. Такие. Нет, пластиковые больше. А хвост вот очень мягкий. Ну, такой забавный персонаж. Можно своих чертей наделать из таких фигурок. Единственное, тело им другое поставить. Здоровская фигурка. Один из фаворитов данной серии. Так, следующая у нас фигурка. Кто здесь из нарисованных? У нас еще нету ниндзя, пингвина, девушки с младенцем и какой-то женщины-робота. Мексиканца. Сейчас посмотрим, кто нам попался. Так, нам попался какой-то мужик. Мужик с саблей. С ятаганом. Турок, что ли? Какой-то, не знаю, с Индией. Ну, в общем, какой-то такой воин. Ну, выполнен красиво, добротно. Правда, я повторюсь, что мне он так себе не очень понравился. Челма ничегошная. Ну, наверное, и все. Многие вполне красиво сделаны. Переходим к следующей фигурке. Следующая фигурка нашей 16 серии. Вот как раз ниндзя. Или не ниндзя, просто какой-то стрелок. Чем-то он напомнил, ну, не чем-то, маской он напомнил фигурки из ниндзя с этими воинами. Уже даже забыл, как они называются. Выполнен красиво. Ничего не скажешь. Чем-то на призрачных воинов похож из ниндзяга, но гораздо лучше. Здоровская фигурка. Ну, я тут не знаю, что сказать. Таких бы штучек 50 я бы не отказался заиметь. Двойной принт на ногах, на теле, колчан, лук. И само лицо такое достаточно довольное. Ухмылка забава на него. Хорошая фигурка. Качественная. Хотя вот мне вот этот... Даже не знаю, как сказать. Не плащ, верхняя часть. Капюшон. Он уже слишком ассоциируется с ниндзяга, поэтому вот такие небольшие ассоциации с ниндзяга. Но в целом очень добротная фигурка. Мы рассмотрим следующую фигурку. О, вот он. Вот этот красавчик. Еще и усатый. Вот этот здоровский торсик. Нет, классная фигурка. Великолепная. Собственно, серия. Ради этой фигурки можно покупать серию. Вообще, желательно вам только эту фигурку купить. Ну и, возможно, банан. Давай, надевай шляпу. Давайте поближе посмотрим. Струны всего 3 затукалков. 6. Очень классная фигурка. Я тут даже не знаю, что еще и сказать. Здоровская гитара. Такой весьма колоритный персонаж. Давайте просто полюбуемся на него. Он действительно здоровский. Красавчик. И даже на ногах принты по две стороны. С двух сторон. С брючин. С внешней стороны брючин. Прямо такие, как лампасы. Узор повторяет. Узор на шляпе. Очень классная фигурка. Вот таких может быть... Эх, несколько бы купить. Так, давайте смотрим следующее. Я не знаю, что здесь еще может быть интересного. Ну, девушка, наверное, с ребенком. Хотя уже и в разных наборах она появлялась. Появлялась фигурка этого младенца. Так, здесь у нас какой-то спецназовец. Эмблема Альфа Тим, если помните, так как это старая достаточно серия. Парашют классный. Я думаю, любителям всякой такой военной атрибутики парашют понравится. Типа пистолет. Мы против насилия. Резиновая веревка смотанная. Здорово смотрится. Да не, очень здорово. Такая фигурка. Действительно. Парашют черный. Прям. Принты на руках. Прически такой не было. Тут на прическу, что интересно, вот прям этот прибор ночного видения смот, крепится прямо на прическу. Такой фишки я еще не видел. Причем его не поднять. Он прикреплен и все. Либо его полностью снимаете, либо его, ну, вот в таком виде. Сплинтерселл, грубо мне чем-то напомнило. Ну, спецагент. Просто спецагент. Очень добротная фигурка. Я что-то даже ее так просмотрел, когда, ну, вот общий смотрел, все 16 фигур. Что-то не обратил на него внимания. А так вот действительно очень классная фигурка. Для города, для каких-то сценок вообще самое то. Ну, и прическу вот с этим. Можно лицо посмотреть без прибора ночного видения. Здоровская фигурка. Так, у нас еще несколько штучек осталось, пока мы не все посмотрели. Так что не будем тянуть время. Так, а вот и девушка с ребенком. Девушка с ребенком. Ой. Да, даже необычно. В наборе две головы. Вот сама девушка. Блондинка с двумя косичками. А вот этот ребенок. Это же забавно. Милота. Действительно, очень забавно. Футболка, конечно, у девушки немножко такая, прям скажем, не идеальная тоже с собакой в очках. Может, какой-то прикол есть. В одну руку помещается ребенок, в другую бутылочка для кормления ребенка. Пин только снизу. Чем-то похоже на фигурку из настольных лего-игр. Это фигурка ребенка. Слово лего на псевдопрышке не написано. Ну, такой забавный персонаж. Первый малыш в моем лего-городе. Смотрим следующую фигурку. Так, пингвин нам еще нужен. Пингвина надо посмотреть. Нормального пингвина. Не этого маленького, а нормального. Так, какой-то парень путешествует. О, забавно. У него в пакете уже надет рюкзак. Причем очень классный рюкзак. Ну, конечно, не скупятся они на фигурке. Так, а пацан... А, нет. Он, может, не изглудился. Два выражения лица. Такое задачное весьма. И довольное. Турист. Парень-турист. У него есть карта. Грибл трейл. Карта. Классный рюкзак. Просто великолепная деталь. Очень здоровская. И компас. Компас, конечно, был уже когда-то, но он был перед Карибском море. А здесь вот он... Такой вот здоровский компас. Вообще... Нет, конечно, вот Лего на примере коллекционных мини-фигурок все продолжает и продолжает радовать нас, всех нас, поклонников конструктора, новыми аксессуарами. И это здорово. То есть фигурки можно только ради этого покупать, ради новых каких-то фишек для мультиков ваших, просто для сценок, для фотографий, еще для чего-то. Очень... Очень классно. Если так фотку сразу видишь, вот этот парень, компас предлагает. С другой стороны, Джек Воробей. Джек Воробей с его компасом. Ну, просто много всего можно делать сразу. Ну, очень здоровский рюкзачок. Классный парнишка. Так, у нас еще осталось сколько? Раз, два, три... Четыре пакетика у меня еще осталось. Немножко еще вас помучаю. Кто тут у нас? Вот он, пингвин. Человек-пингвин. Руки такие же, как крылья у акулы. Недавно я акул фоткал. Причем ноги маленькие. Видимо, ребенок, переодевшийся пингвиненком. И коньки даже есть в комплекте. Может быть, на новогодний маскарад он пришел такой в коньках. Много уже фоток вот с этим пингвином. Как раз три маленьких пингвина. Это большой. И там внутри стоит человек-пингвин. Из Бэтмена. Видел уже фотки в сети. И поэтому подобные не знаю. Наверное, смысла нет уже делать. Но деталь здоровская. Вообще, серия это богата на забавных персонажей. Пингвин, имп, человек-банан, мексиканец. Так, три пакета осталось. О, девушка-боксер. Про нее-то я тоже забыл. Тоже классный персонаж. Да, таких тоже парочку бы заиметь. Так, руки. Перчатки такие вот. Я руку оторвал, боже. Так, зачем мне вот эта штука? Деталька отдельная. Что она символизирует? Не знаю, что она символизирует. Зачем тут такая деталька? Ну, здорово. У нее есть отдельно прическа. Прическу можно снять. И будет шлем. Можно надеть боксерский шлем. Тогда боксерский шлем, наверное, вот такое лицо. Дай поставить. Такое злое. Был обычный раньше боксер, а тут женский бокс. Лего все кровожаднее, кровожаднее. Скоро будут бои с женщин без правил. Так, пара фигурок осталось открыть. О! Спуки бой. Парнишка. Друган той девочки, грустной. С мишкой. Прическа, по-моему, как у Говарда из... Из-из-из... Стерей Большого Збрыва. Книжка у него. Спуки Тейлз. Любитель почитать. Ну да, такой парень-то явно не мечтаю о любой девушке. Может, Леговцы еще после Хэллоуина не шибко отошли. Тут и импы, теперь спуки бой. Ну, такой печальный парень. С клыком. Тоже занимательная фигурка. Хотя больше подходит под серию зомби. Так, и последняя фигурка. Вот этот, наверное, робомонстр. Девушка-робот. Кто у нас тут? А49. Ну да, какая-то непонятная. Почему я девушкой, интересно, ее назвал? А, ну потому что девушка, потому что губы синие. Прическа забавная. Я думаю, многим понравится она. Ну, не знаю, если бы это был мужчина, то я бы сказал, что, ну, очередная, очередной боец, не боец, космодесантник, не пойми кто. А девушки, по-моему, такой еще не было в таком прикиде. И прическа здоровская. Вот мы посмотрели с вами все фигурки. Все 16 фигурок. Опять тот магазин, где их купил. А это Леголаб СПБ меня порадовал тем, что я смог купить всю серию запечатанную. Не надо было... Ай, это не тот. Не надо было их прощупывать, выбирать. Так что рекомендую Леголаб СПБ.ру. Магазин, где можно попросить и вам продадут, если они снать лече, серию всех мини-фигурок. Сразу все 16 прийти и купить. Это очень удобно. Экономит время и деньги, и нервы. Кто нервничает, когда их щупает. Ну, вообще, очень эффектно. Вот, вот она серия. Все 16 фигурок данной серии. На этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь, приходите к нам на выставку. Надо будет их поставить, естественно. До скорой встречи, ребят. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Всем пока.